Святитель Иоанн Златоустов говорит нам из пятой беседы на второе послание к Коринфянам и восьмой беседы на послание к филиппийцам о страхе Божьем. Самая высокая добродетель приписывать все Богу и ничего не почитать своим, ничего не делать для приобретения славы человеческой, но все делать для благоугождения Богу. Ибо Он, а не другой, кто потребует от нас отчета во всех делах наших. Но в наше время порядок этот извращен. Ибо ныне мы не столько боимся того, который некогда воссядет на судилище и потребует от нас отчета в делах наших, сколько страшимся тех, которые вместе с нами предстанут на суд. Отчего же в нас болезнь эта? Откуда она проникла в наши сердца? От редкого помышления о будущем и крайней привязанности к настоящему. Отсюда мы так легко впадаем и в злые дела. И если делаем что-нибудь доброе, то делаем только на показ. Так что и за это нам угрожает наказание. Может кто взглянуть похотливыми глазами на женщину и утаить это от той, на которую посмотрел, так и от спутников своих, но никак не скроет всего от ока никогда не дремлющего. Еще прежде, нежели человек сделает грех, не дремлющее око уже видело в душе его преступную похоть и внутреннее неистовство, и бурное и необузданное движение помыслов. Ибо всемогущий не имеет нужды в свидетелях и доказательствах, посему смотри не на подобных тебе рабов, ибо если человек и похвалит дела твои, это будет бесполезно для тебя, если не примет их Бог. Так же если и похулит он и человек, это нисколько не повредит тебе, если не похулит Бог. Напротив, высоко ценя мнение подобных тебе рабов, а не страшась и не трепеща негодования судьи, смотри, не прогневай судью. Итак, презвим похвалу человеческую, доколе будем унижаться и присмыкаться по земле. Долго ли будем порываться в землю, когда Бог влечет нас на небо? Братья Иосифа не сделали бы умысла в пустыне убить своего брата, если бы, как должно, имели пред очами страх Божий. Равным образом и Каин, если бы боялся суда Божия, как надлежало бояться его, не сказал бы Авелю, пойдем в поле. Бытие 4 глава 8 стих. Для чего ты, бедный и несчастный, отлучил брата своего от отца и увел в пустынное место? Не для того ли, как ты думал, что на поле Бог не увидит твоего дерзкого преступления? Как же ты не научился ислучающегося с отцом своим, что Бог все видит и все, что мы делаем, знает? И так всегда должна иметь пред очами страх Божий, и все самые неистовые страсти умолкнут. Живя без страха, нельзя совершить ничего благородного и удивительного. Посему апостол говорит, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. И не просто сказал, со страхом, но прибавил и трепетом, который есть высшая степень страха. Ибо если житейских дел нельзя совершить без страха, то не тем ли более духовных? Скажи мне, кто выучился грамоте без страха? Кто сделался опытным в искусстве без страха? Если же там, где не подстерегает дьявол, а только ленно стяготит, нужен нам такой страх, дабы отвратить нерадение, то при такой борьбе, при таких препятствиях, как можно спастись когда-либо без страха? Как же может родиться сей страх, если мы будем помышлять, что Бог везде присутствует, все слышит, все видит, не только дела и слова, но и все происходящее в сердце и в глубине души твоей? Судит помышления и намерения сердечные. Евреям 4 глава 12 стих. Если так настроим себя, то и не сделаем, и не скажем, и не помыслим ничего худого. Посему кто бы ты, что бы ты ни делал, делай с мыслью о везде присутствии Божьем, ибо Он действительно везде присутствует. Итак, принимаешь ли пищу, располагаешь ли спать, гневаешься ли, похищаешь ли что, предаешься ли удовольствием или что другое делаешь? По мысли о присутствии Божьем, и никогда не предаешься смеху, не воспламенишься гневом. Если такую мысль будешь иметь постоянно, то постоянно будешь в страхе и трепете. Если бы стоял близ самого царя, зодчий, хотя и опытен, хотя и очень искусен, впрочем, стоит со страхом и трепетом, боясь упасть со здания. И ты уверовал, совершил много доброго, зашел на высоту, держи себя крепко, стой со страхом и смотри бодро, дабы не упасть оттуда, ибо много духов злобы, хотящих низвергнуть тебя вниз. Господу нашему славу в веки веков. Аминь.